Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик-предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил, известный одесский журналист. Спасибо большое. Константин Танч, ну что ж, давайте пройдёмся по темам. Я, кстати, друзья, вас попрошу, подпишитесь на канал Константин Танч Борового. Это очень важно. Оставайтесь в курсе самой последней аналитики Константин Танч. И обязательно подпишитесь тоже на мой YouTube-канал. Хуже не будет. Ну что же, Невзеленгейт. Скандал Константин Танч, который сразил буквально российскую оппозицию на повал. Суть в том, что есть некая переписка, которую опубликовали ФБК в своём расследовании, которая, скажем, даёт основания подозревать известного российского предпринимателя Леонида Невзлина якобы в его участии в избиении Леонида Волкова, директора ФБК. Невзлин, естественно, дезавуировал эту информацию, заявив в том, что это подлог, она неправда. Ну, в общем, Константин Танч. У меня будет сразу два к вам вопроса. Многие знают уже суть этой истории. Не буду вдаваться в подробности. Первое. Вот как вы оцениваете тот срач, который развернулся, собственно, между представителями оппозиции? Одни обвиняют других в том, что тех купил Невзлин. Другие обвиняют первых в том, что те большевики, которые, значит, навешивают ярлыки. Это первый вопрос. Второй вопрос, собственно, ваша какая точка зрения в отношении случившегося? Ну, во-первых, Михаил, вы невольно продвигаете российскую пропаганду, ФСБшную пропаганду, Невзлингейт. То есть это как бы уже сомнений у вас нет никаких, что Невзлин имеет к этому отношение. Неправда. Я сказал о том, что как бы, якобы, у меня есть огромные сомнения, но Невзлингейт – это некая формула, которая уже попала в общественное пространство. Хотите, не будем использовать. Нет, Михаил, я могу предположить, что вы якобы, как бы, может быть, украли у меня кошелёк из кармана, когда я давал вам интервью, понимаете? Это же не предположение, то есть не обвинение, а предположение. Дезавуировать, даже спорить с таким предположением смешно – это никакого отношения к внутренней кухне, так сказать, российской оппозиции не имеет. Вот эта девушка, как Путин говорил, с низкой социальной ответственностью, она обвинила Леонида Невзлина. Но до этого она утверждала, что 90-е годы, вот этот короткий период демократии – это время воровства, бандитизма. Ну, понимаете, ФСБ, если бы они сами сделали это заявление, что вот по их данным Невзлин имеет к этому отношение. Ну, народ посмеялся бы, а тут целая группа, которая делает вид, что она оппозиция. Какая к чёрту оппозиция? Это ФСБшная агентура, тот же самый, как он назывался, проект, операция «Трест», Которая тогда ВЧК или ГПУ проводила среди эмиграции, теперь ФСБ проводит в эмиграции. Никакого отношения к оппозиции эти события не имеет. Это пропаганда. Причём, ну, мы с вами об этом говорили, но просто посмотрите, кто продвигает эту пропаганду – в негативном ключе, в позитивном, это не важно. Все основные пропагандистские средства массовой информации России. Невзлингейт. Как вам пришло это в голову? Это красивое название, которое по существу и есть пропаганда. Нету никакого невзлингейта. Есть, возможно, это шантаж, кроме всего прочего. Это ошибка Невзлина, Ходорковского. Они пытаются заигрывать с националистами, с коммунистами, по существу с ФСБ. Более того, значит, это позиция этой группы, вот, Михаила Борисовича Ходорковского. Он считает необходимым, возможным сотрудничать с той частью окружения Путина, который называет себя системными либералами. Ну, это ошибка. Из-за этого не следует, что Леонид Невзлин кого-то там избил. Из-за этого следует, да, из всех этих материалов следует, что Леонид Невзлин финансировал навальнистов. И продолжал финансировать до тех пор, пока они его не обосрали. Понимаете? С ног до головы. Вот, ну, сам виноват. Нечего было. Там какая-то переписка была. Я думаю, она поддельная, эта переписка. Но какая-то была, и на основании вот этой, какой-то была создана фиктивная переписка. Ну, обычный ФСБшный метод. Но это так же, как с фильмом «Предатели». Понимаете? Это фильм. А демократии в России. Вот Константинский акций. Демократия с точки зрения Певчих, Марии Певчих. Это предатели, это воры, убийцы, я не знаю, кто угодно. А после этих воров-убийц пришли к власти в белых одеждах чекисты, которые остановили коррупцию, с которой, кстати, и борются этот фонд борьбы. Константин Иванович, вот я, смотрите, вы предвосхитили мой вопрос, а сразу из места в карьеру. Вот Певчих уже второй раз во втором своем фильме, она проводит следующую линию. То есть вот в фильме «Предатели» так или иначе был упор на Ходорковского, потому что Ходорковский – это основное действующее лицо до сих пор в российской оппозиции. Собственно, упор в фильме «Предатели» был сделан как раз на фигуру Ходорковского. Сейчас в этом деле с Невзлиным я в этом, например, могу не верить, потому что там есть какая-то вина господина Невзлина. В любом случае разберется судопрохоронительные органы. Вопрос в другом. Причем здесь Ходорковский? Причем здесь Гуськов как в фильме «Гараж»? Почему снова Ходорковского непонятно чего пристегивает к этой истории? А Россия проиграла в международных судах 60 миллиардов долларов бывшему руководству Юхаса, Ходорковскому, Невзлину. 60 миллиардов долларов. И это довольно большая сумма для России, которая получает 1 триллион долларов от продажи ресурсов в год. Вот, но это существенная цифра. Значит, я ни секунды не сомневаюсь, что им прямо было сказано этой агентуре, что, ребята, мы финансируем ваши проекты. Вы думаете, это дешевый фильм, вот этот вот «Предатели» или вот этот вот фильм про Невзлина? Это все очень дорогие проекты, измеряемые миллионами долларов. Вы предполагаете, что кто-то в оппозиции финансирует это? Ну, нет, конечно. Это финансируется ФСБ. Правильно я вас понимаю. Я в Чехволкову было сказано, ребята, а вы отрабатывайте, пожалуйста, деньги, которые мы на вас тратим. И они приступили к отработке денег. Правильно я вас понимаю, Константинович, значит, ваша позиция следующая, что, собственно, вот этот накат на Невзлина появился после того, как российскую власть приперли к стенке, необходимо выплачивать деньги бывшим акционерам ЮКОСа и с тем, чтобы подпортить репутацию ЮКОСа, подпортить репутацию Невзлина, который выступал фронтменом вот этого долгого процесса, так акционеров против российского государства. Вот была придумана вся эта история. Я правильно вас понимаю? Не совсем так, Михаил. Дело в том, что обычно ставится много разных задач в такого рода операциях. Главная задача всё-таки не эта. Главная задача – это дискредитация оппозиции. Российской миграции – это, как я уже говорил сегодня, это продолжение вот этого проекта операции «Трест». начата ещё чекистами там при Дзержинском. Это параллельно там решается несколько задач. Грозева. Значит, им удалось каким-то образом обмануть Грозева. Он поверил Навальному в своё время, что за ним следят, что это не охрана Навального, а что это слежка за Навальным. Этот телефонный разговор, когда они позвонили к какому-то сотруднику ФСБ, тот по телефону рассказал им о задачах и действиях ФСБ. Но это смешно, это для идиотов, понимаете. Грозев – прекрасный человек, по-видимому. Но им удалось его обмануть. Значит, там решалось ещё несколько задач, я просто перечислять не буду. Но это действие ФСБ, вот это самое главное. Это не действие энтузиастов, Волкова и Певчих. Это действие ФСБ. Хорошо, у меня к вам такой вопрос. Константин Танч, Ходорковский – это очень богатый человек, прожжённый человек, человек, который прошёл Крым, Рым и медные трубы, огонь, воды и медные трубы. И вот он дал резкую реакцию на вот эту попытку обвинить невзляное лично самого Ходорковского. Но я не вижу, вот знаете, вот в украинском контексте, например, я привык к тому, что вот есть там какие-то медиавойны, то есть они воюют с другими, там идёт волна какая-то компроматов. Ну, то есть вот постоянно какая-то движуха. Вы вовлечены в украинскую политику, вы знаете, о чём я говорю. Почему мы не видим никакой обратки со стороны медиагруппы Ходорковского? То есть как бы все словно в лужу упали и принялись оправдываться. Но это не самая лучшая позиция. Михаил, я в начале нашего интервью обвинил вас в том, что во время интервью вы меня из кармана украли... Нет, ну, Константин, почему я не вижу никакой обратки? Потому почему вы не оправдываете? Это же необходимо, оправдываться, говорить, нет, я не украл... Нет, Константин, подождите, подождите, есть разница. Знаете, в чём? Разница в том, что я не принадлежу к российской оппозиции, я не борюсь за место под солнцем российской оппозиции, а Ходорковских и БК борются. А лидерчих и Волков тоже не принадлежат к российской оппозиции. Но они считают по-другому. И спорить с ними, разбираться с ними, с ФСБ. У них есть кураторы. Я в своё время, я, по-моему, вам рассказывал, когда я разбирался с Хейнштейном, мы диагностировали его куратора, поняли и определили, получили информацию о том, сколько, когда он получал денег, как с ним расплачивались. Ну, я, конечно, могу начать политическую борьбу с куратором Хейнштейна в ФСБ, но ничего глупее не может быть, чем действовать таким образом. Ну, для зрителей скажу, что вы говорили об Александре Хейнштейне, депутате Госдуме, известном, значит, человеке, через которого проводились очень грязные информационные кампании. Константинович, давайте тогда, да, давайте тогда последним вопросом задам на эту тему. Вот, ладно, реакция Ходорковского, но вы объяснили, да, то есть не стоит даже в его случае, на ваш взгляд, реагировать. Но объясните мне, почему те люди, которые выступили в защиту Ходоркова, причем совершенно разумно, потому что обвинения ФБК в адрес лично Ходорковского, они уж точно безумные. Почему они никак... Я пересканиваю чуть помню. Да. Почему они никак, вот люди, которые выступали в защиту Ходорковского, они никак не отреагировали, когда ФБК, деятели ФБК, стали, значит, обвинять их, вот этих людей, поддержавших Ходорковского, в том, что они получают деньги, в том, что они это делают за деньги, в том, что они не имеют права вообще поддерживать Ходорковского. Почему не было никакой обратной реакции вот со стороны простых людей, разных представителей творческой интеллигенции, еще кого-то? Вы себе представляете, насколько агрессивно действуют сегодня в моих лентах, сетях тролли. Тролли ФСБ, легко диагностируемые, которые говорят о том, что Боровой получал деньги от Невзлина. Да ладно, вам тоже такое пишут? Конечно, а как же? Именно поэтому он защищает Невзлина. Я не защищаю, Ленечка, он никогда в жизни, он обещал помогать партии экономической свободы, но никогда в жизни не помогал. Может, перевод не прошел? Я бы с удовольствием принял от него эту помощь, но он не хочет помогать, потому что он помогает коммунистам. Жириновскому помогал, подкупая его. Значит, это то, что Михаил Борисович называл формирование российского парламентаризма. Я его просто физически наблюдал, как Ленечка Невзлина, Слава Сурков в Государственной Думе ловили за рукав коммунистов и начинали их в чем-то уговаривать. И Зюганова в том числе. Это лоббизм, обычный лоббизм. Так что, Михаил, столько мы говорили о пропаганде. Я считал вас уже специалистом, который может со мной работать в этой области. Ну, с вами точно может работать Евгения Марковна, Альбац, потому что, в общем и целом, она занимает ту же позицию, что и вы, как я понимаю. Ну что же, Константинович, идем дальше. Тема, тема очень важная, это тема американских выборов, потому что остается 40 дней до, собственно, выборов, и страсти, они накаляются, и задаются все вопросы. Вы сейчас скажете снова, что это пропаганда. Собственно, почему ни один из кандидатов, ни Хэрис, ни Трамп, вот, например, четко, первое, не выступит в поддержку Украины, и второе, не потребует от администрации Байдена потратить вот те самые пресловутые 6 миллиардов долларов, которые зависты и скоро пропадут. Ну, потому что усилиями Байдена, усилиями демократической партии, демократической администрации фактор Украины вымещен из политического пространства Соединенных Штатов. Полтора года назад на всех мостах висели украинские флаги, Украину поддерживалось. Сегодня этого фактора нет, это усилие демократической администрации. Я зафиксировал этот момент начало этой кампании вымещения Украины из политики Соединенных Штатов, когда сторонник демократической партии Билл Гейтс вдруг выступил и сказал, что зачем нам помогать коррумпированной Украине, и появилась вот эта пропагандистская установка Украины, это коррумпированное государство, это было оправдание вот этой неверной позиции по отношению к Украине демократической администрации. Но там были многие другие факторы, финансирование резко сокращалось, военное финансирование, то есть оружием Украине уже не то, что там восстановить границы, просто защищать себя, защищать ту территорию, которая которая еще принадлежит так сказать Украине, уже сложно. Отсутствие оружия заставляет тратить ресурсы человеческие, это стоит тысячи жизней украинцев, понимаете, вот, но они настолько цинично демократы, что для них это, тем более, что, кстати говоря, вы говорите нет, и вице-президент Венс, ну, кандидат в вице-президент, и президент Трамп постоянно высказываются по поводу Украины, и там конкретные планы, конкретные действия, в отличие от, скажем, Камалы Харрис, да, слушайте, в отличие от Камалы Харрис и Байдена, которые говорят, что да, мы поддерживаем Украину, точка, а то, что задерживаются по поставке вооружений, эти микроскопические военные поставки, микроскопические, кто-то их называет капельными, ну, это Украине не позволяет даже защищать себя, понимаете, вот, так что разница очень существенная, если вы хотите, можно поговорить о плане Венса или о проекте 2025, или о, на самом деле, я насчитал уже два десятка проектов, предложенных различными, так сказать, экспертными группами. Константин, я слушал интервью господина Джеди Венса, будущего вице-президента или кандидата вице-президента running mate Дональда Трампа, и на вопрос журналиста, значит, по поводу Украины, господин Венса в том числе говорил о том, что вот вся вот эта украинская история, она стоит американскому бюджету 250 миллиардов долларов за три года и так далее. Мы-то с вами понимаем, и мы знаем, что на самом деле администрация Байдена потратила намного меньше денег, и даже те деньги, которые выделялись, администрация Байдена не потратила. Я уже молчу о том, что там очень много осталось военной промышленности в Соединенных Штатов Америки. Если Джей Ди Венса это тоже очень хорошо знает, что на самом деле те средства, о которых говорят, 250 миллиардов, это все эфемерная цифра, на самом деле на Украину потратили намного меньше. Почему Джей Ди Венса об этом не говорит, что на Украину потратили намного меньше, чем было задекларировано, и это далеко не 250 миллиардов и даже не 60, ну там около 60 за три года. Ну почему он так не говорит? Стоянно говорит и он, и Трамп, и говорят о том, что этот канал военной помощи Украины это коррупционный канал, который позволяет бюджетные средства использовать в коррупционных целях. Это постоянно говорится, Майк Джонсон много раз говорил о том, что необходимо контролировать эти деньги. Вообще представители республиканцев об этом говорят, что это обман, это деньги, которые тоже мы с вами уже это говорили, там, пакет помощи, там один из пакетов помощи Украине включал в себя помощь там Лесота, ну какой-то африканской стране в области вакцинирования. Понимаете, они решают свои задачи, коррупционные задачи. И вопрос, почему не реагируют, реагируют, во-первых, во-вторых, ну, понимаете, идти по следу преступников по существу, это всё-таки задача не политиков, это задача правоохранительных органов. Но правоохранительные органы сегодня занимаются преступником Дональда Трампа, эти многочисленные обвинения его в несуществующих преступлениях. Вот чем они занимаются сегодня. Сейчас, кстати говоря, обнаружены колоссальные коррупционные расходы, схемы в Нью-Йорке, так сказать, в сердце Соединённых Штатов, понимаете, и этот мэр Нью-Йорка, мэр, который наследовал очень талантливого менеджера Джулиани, который остановил распад Нью-Йорка, который остановил деградацию города. А эти сейчас демократы, они просто растаскивают по углам как крысы всё, что можно. у них мало времени осталось, очень мало времени, вы правы, у них осталось 40 дней. Надо за это время, сейчас вдруг открыли проект, который был открыт, возобновили его во время ковида, значит, финансирование компенсации бизнесом, вот, но абсолютно коррупционный проект, но его сейчас возобновили, и Федеральная резервная система вот сейчас снизила ставку, вот, но очень опасается того, что эти схемы, они продолжат работать и будут вызывать инфляцию. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, не буду говорить за весь украинский народ, но я всё-таки позволю высказать мнение, что Украина поддержит любой выбор американского народа на предстоящих выборах. Это очень плохо. Послушайте меня, любой выбор это дипломатическая формула. Украина, если вдруг к власти придёт Камала Харрис, то есть останется демократичной администрацией, Украина может перестать существовать. Всё очень сложно, очень трагично. И в этой ситуации продолжать пропаганду вот только что. Перед началом интервью я вдруг обнаружил какой-то украинский тролль, мне пишут, что план Трампа или план Венса это план Путина уничтожение Украины. Это единственная надежда Украины сегодня, Трамп единственная. Если Трамп не придёт к власти, значит мы с вами будем просить разрешения у Путина делать совместное интервью. Знаете, один из таких украинских промоутеров Камалы Харрис договорился до того и просто был в шоке, что то, что администрация Байдена не разрешает Украине, на чём настаивает, просит президент Украины Ленинс Зеленский бить по территории России по определённым объектам, с которых идут удары по территории Украины, значит вот этот известный человек в Украине, промоутер демократической партии, он сказал, что дорогие друзья, но давайте потерпим, ни в коем случае сейчас администрация Байдена не должна давать подобное разрешение, потому что это сыграет на руку Дональду Трампу. Вот давайте поймём, что нам важнее перетерпеть несколько месяцев и получить Камалу Харрис, либо вот добиться, чтобы нам дали бить по территории России американскими ракетами, но получим Трампа, так что, друзья, давайте потерпим. Я когда это увидел, просто был в шоке. Никаких шансов у Камала Харрис стать президентом нету. Есть только в области массовой фальсификации, которая вызовет глобальный процесс в Соединённых Штатах, противостояние лобовое здесь с демократической администрацией, которая позволит себе фальсифицировать выборы. Никаких шансов. Кстати, а что это за история, связанная с тем, что, ну, как история известная, зрители понимают, о чём тут речь, дело в том, что я даже не знал, но, кажется, в Соединённых Штатах Америки каким-то странным образом бывает голосуют люди, у которых есть некоторые проблемы с идентифицирующими документами. И вот что вы на эту тему можете сказать? Действительно ли это угроза или проблема на предстоящих выборах? выборах? Да, конечно, это очень серьёзная проблема. На прошлых выборах, это известная шутка, голосовали все, за Байдена голосовали все кладбища, как говорили. То есть, это фальсификации. Конгресс, Нижняя палата Конгресса рассматривала закон, который требовал от каждого гражданина Соединённых Штатов, который придёт голосовать, подтверждающего документа, что он гражданин. Вот, и это очень странно, практически весь состав конгрессменов от демократической администрации проголосовал против, то есть, нет, не нужно подтверждающих документов. Ну, это фактически признание того, что демократическая администрация ориентируется на возможность фальсификации, возможность привлечения для голосования не граждан Соединённых Штатов. Вот, а документы, ну, вот, вы знаете, были протесты в университетах на кампусах обсуждался вопрос, можно ли считать документом для голосования студенческое удостоверение, которое выдаётся студентам, гражданам Соединённых Штатов, но большей частью студентам не гражданам, их там в некоторых университетах больше половины. Но вот демократы настаивают на том, что все студенты могут голосовать, то есть и граждане, и неграждане. Ну, они подготавливают фальсификации. Константинович, сегодня Дональд Трамп выступает, кстати, надо отметить, что Трамп очень активно встречается с разными группами, ну, то есть не боится открытых разговоров. Он заявил о том, что Израилю осталось два года, если Трамп проиграет на этих выборах, но мы знаем, что Трамп был одним из авторов неизвестно, которые привели к попытке замирения отношений между арабским миром и Израилем. Верите ли вы в такую перспективу в два года? Ну, да, конечно. Сегодня осуществляется беспрецедентное давление на парламент правительства Израиля со стороны демократической администрации. Демократическая администрация фактически совместно с Ираном борется сегодня с Израилем, поддерживая все вот эти антиизраильские настроения, не только террористов, поддерживая вот эти левые протесты. Это уже обнаружено, об этом пишут журналисты. Те же самые люди, которые были спонсорами демократической партии, они сегодня поддерживают протесты в Израиле. И там это очень странно и необычно, там смешиваются деньги Ирана, суннитов, ну, всех, кто противостоит Израилю, и демократической администрации. Вот, очень вероятно, что демократическая администрация, если она останется у власти. Особенно вот это левое крыло, которое представляет Камала Харрис, вот, она может привести Израиль в состояние, ну, когда он просто исчезнет с карты. Да. Константин, идем дальше, у нас два вопроса еще осталось, это план Владимира Сынча Зеленского, президента Украины, есть план А, есть план Б. Так, значит, план А, ну, вот, как мы понимаем, вообще контр-президент описал, то есть он полностью полагается на западную помощь, да, и, судя по полемике, которая была между президентом и господином Радославом Радиславом Сикорским, министром страноделла Польши, в этот план А, как мы понимаем, входит, в том числе, вступление Украины в ЕС и в НАТО, ну, для, скажем так, того, чтобы обезопасить Украину от российской агрессии. Кстати, Кандализа Райс в статье своей Foreign Affairs, всех призываю открыть Foreign Affairs, почитать статью, это в интернете Foreign Affairs доступен, пишет о том, что Украину обязательно нужно принять в НАТО, чтобы не создавать вакуум безопасности в Восточной Европе. Напомню, Кандализа Райс была госсекретарем при президенте Буш и его политическим советником до этого. Вот согласны ли вы с этими возможными тезисами плана Владимира Зеленского, насколько его готовы этот план услышать в Америке и Европе? Владимир Зеленский не озвучил свой план, и название плана это не мирный план, это план победы Украины в войне, так он называется. Этот план Владимир Зеленский собирается обсуждать с Джо Байдином, который не поддерживал Украину в течение всей войны, не поддерживал, я не оговорился, он поддерживал Путина, он об этом открыто говорил о том, что мы не должны допустить поражения Путина. Вот, поддерживал Украину только в той части, которые его вынуждали на это последовательные верные союзники Украины, Польша, страны Балтии. План победы, значит, ничего не зная о конкретных пунктах этого плана, понимаете, вот просто само название это элемент пропаганды, что ли, понимаете, это не серьезно, в этих условиях, когда часть территории Украины оккупирована, а союзники Украины, главные, Соединенные Штаты, не собираются помогать Украине, говорить о победе, ну, можно написать план освоения космического пространства Украины, понимаете, вот, но это нереалистичный план, план реалистичный, он будет включать, ну, замораживание конфликта и обеспечение безопасности для Украины, это очень важный момент, и администрация новая, республиканская, она говорит о том, что вступление Украины в НАТО, в этом нет никакой необходимости, защитить Украину необходимо, да, но провоцировать Путина на конфликты, на конфликты с Украиной, на конфликты с НАТО, в этом нет необходимости, это продолжение того, о чем мы с вами говорили, пропаганда, пропагандистские установки политической деятельности Владимира Зеленского занимают большее место, чем реалистичная оценка ситуации, к сожалению. Мы хотим, и вы хотите, и я очень хочу, чтобы Украина победила в этой войне, но начало победы, закладывание победы должно происходить не в октябре 2024 2024 года. Закладывание этой победы должно было начаться в 20 мая 2019 года. И этого не произошло ни в экономическом смысле, ни в политическом смысле. Мы видим просто последовательность ошибок Владимира Зеленского, которые сначала привели к войне, а теперь к нереформированию Украины, а теперь приводят к поражению, поражению трагическому. Это же цена, которая заплатила Украина, это не только территория, это по-видимому все-таки сотни тысяч жизней граждан Украины, и все это можно было предотвратить. И это не было сделано. Константин, вот все-таки возвращаясь к тому, о чем я говорил, вот смотрите, Кандализа Райс говорит о вакууме безопасности, вот статья Леформа Ферресновая, которую необходимо преодолеть вступлением Украины в НАТО. Об этом говорит Андрес Фограсмусон, и об этом говорит, например, Борис Джонсон. У меня к вам простой конкретный вопрос. Почему они все говорят о необходимости вступления Украины в НАТО, когда возле их фамилии появляется приставка X? Почему они не были такие умные вчера, когда не были при должностях? Вот объясните мне. Они при должностях были не очень умными, очень вас расстроить. Значит, сразу после того, как я перебрался в Соединенные Штаты, я начал устанавливать отношения с Гуверовским институтом, с Кандализой Райс, и получил такую моральную поддержку, но и все. А экспертную поддержку, та же самая Кандализа Райс, предложила Навальнистом. Там, Любовь Соболь, этот Гуверский институт финансировал микроскопические какие-то суммы были, но он финансировал представителей Навального. Понимаете? Ну, что я могу сделать? Ну, они плохо разбираются в этой ситуации, связанной с Украиной, с Россией. они такие изоляционисты, понимаете? Они, у них глаза повёрнуты внутрь страны, это главные проблемы, они тоже не очень хорошо разбираются во внутренней кухне, внутренней ситуации, не хватает глобального взгляда. Вот он появился у Трампа в кризисной, критической ситуации, когда он стал говорить о том, что мы имеем дело не с демократической партией, к которой привыкли, мы имеем дело с коммунистами. Произошло смещение демократической партии в область совершенно антиамериканскую. Вот, и ну вот в каких-то таких критических ситуациях вдруг появляется понимание, но это так редко, то, что касается Кандализа Райс, многих экспертов, я варюсь в этой кухне, объясняя им, но чаще всего, понимаете, они находятся в плену собственных представлений, устоявшихся, и они им удобнее, и с Путиным, с их точки зрения, надо вести переговоры, и там смещать этот режим, это очень опасно, это то, что произносят Байден и демократическая администрация, косвенно и республиканцы, часть республиканцев, ну вот это традиционное экспертное сообщество, опасно трогать Путина, пусть он существует, раз это устраивает народ России, это не устраивает народ Украины, но Украина это маленькая проблема, все довольно цинично и на очень низком экспертном уровне, к сожалению. Катин Танч, я вам очень благодарен за это интервью, мы с вами за 40 минут успели столько всего обсудить, и благодаря вашим усилиям, друзья, ну вы просто обязаны подписаться на канал Катин Танч Борового, у него выходит очень много интересных авторских стримов, я сам с большим удовольствием смотрю, и на мой скромный канал, будем вам предельно признательны, огромное спасибо Константин Танч и до новых встреч, спасибо. Спасибо. Все, спасибо большое, Константин Танч, все, запись отправлю вам, спасибо, до свидания.